Вот есть женщины, которые, знаете, надавят так на мозг, так надавят. У меня на моей прошлой квартире были шкафы с вмятинами такими. Откуда эти вмятины? Это я их своим не очень крепким лбом проламывал. Ну, в тот момент, когда вот твоя благоверная пилит тебе мозг, и ты ничего не можешь сделать с этим, ну, потому что я женщин не бью. Женщин бьют очень сильные мужчины, очень. Я не настолько сильный и настолько одухотворенный, чтобы этим заниматься. Я человек слабый, поэтому я вот к этому еще не способен. Ну, и поэтому ты идешь и, в общем-то, вот так вот берешь головой, так бух-бух. Но потом я как бы стал заниматься всевозможными там восточными делами и подуспокоился. Бегать стало побольше. Вообще было мною замечено, что вот еще у меня была такая работенка прекрасная. Я еще в центре города жил на Моховой улице. Там была такая прекрасная девушка Настя. Вот она когда приезжала, она была непосредственно моим начальником. Вот ты пробежишься так по летнему садику, так несколько кругов сделаешь, придешь, примешь холодный душ и можно по тебе вот танком ездить реально. Любые истерики и так далее. Но дело в том, что от девушек ты этого ждешь. Это не значит, что все бабы истерички, конечно же, нет. Но ты от них априори этого ждешь и ты, в принципе, к этому готов. А даже если ты к этому готов, по крайней мере, ну, ничего удивительного для тебя не случается. От кого ты этого не ждешь, так это от мужчин. Тут у некоторых случилось кипение гован в головах после моего заявления в одном из прошлых роликов, что девушки гораздо более стрессоустойчивее, чем мужчины и гораздо более выносливее. Некоторые, как водится, не слушали, что я сказал дальше, а я, естественно, пояснил, что во всем, что не касается таскания бревен, это метафора. Понятно, что в армии, естественно, мужичина, он опередит женщину практически по всем параметрам. Да и не только в армии, есть еще ряд профессий, где, конечно же, ну, преобладают мужчины, оно и понятно. Но даже если говорить, например, про войну, упаси господи, то вот, скажем, мужики воевали, а кто, допустим, в том же самом, я не знаю, блокадном Ленинграде стоял у станков, кто долбил ямы под противотанковые ежи, кто строил доты. Вот я вам сейчас покажу не полностью кусок видеоролика, который я снимал для прекрасной строительной компании «Балтийская жемчужина». Настолько прекрасно, что я даже вот рассказываю про нее здесь и сейчас, называю этот бренд, потому что идеальный клиент, идеальный был заказ, идеальные взаимоотношения. Кстати, никакого выноса мозга. Удивительно в рекламном деле. Так вот, посмотрите, там как раз на эту тему кое-что сказано. История про то, как трамвай приехал из Ленинграда в Стрельную и был встречен немцами, известна многим. Мало кто ожидал, что враг будет на поступах к городу так скоро, но и вермахтин никто не ожидал, что город на Неве окажет такое упорное сопротивление, что дальше вот этого рубежа, который нынче находится даже не на окраине, будет не пройти. По многим причинам. Одна из них перед вами. Это ДОТ номер 930. Хроника блокады наполнена нескончаемым количеством удивительных историй. Одна из них повествует о том, как под самым носом у немецко-фашистских войск была создана линия обороны «Ижора». 108 ДОТов из монолитного железобетона, и возводились они преимущественно женскими руками. Моя бабушка рассказывала, как она, тогда еще 15-летний подросток, долбила на нынешнем московском проспекте ямы под противотанковые ежи зимой, ломом. Но строителям вот этих вот ДОТов приходилось действовать еще в более сложных условиях. Один из них, Леонид Смирнов, вспоминал, что земля за ночь промерзала на 10-15 сантиметров. От нее даже ломы отскакивали. И тогда с Кировского завода привезли специальные такие металлические стальные клинья, которым были прикреплены ручки, сделанные из арматурной проволоки. Также доставили и кувалды. Но на пустой желудок 8-килограммовой кувалды не помашешь. Менялись практически каждые 5 минут. А когда доходили до мягкой земли, то старались завершить работу за один день, потому что за ночь промерзали и стенки котлованов. Никто в городе вспоминал Леонид Смирнов. Ложась в постель, не был уверен, что доживет до утра, что постель не станет его могилой. Но мужской силы не хватало. И тогда весной 1942 года были созданы женские военно-строительные отряды, которые существовали только на Ленинградском фронте. Туда записалось более 15 тысяч ленинградок. У них был необычный статус. На положении состоящих в Красной Армии. Это официальная формулировка. Таких женщин называли стройармейцы. Им было не положено ни воинских званий, ни военной формы, ни, что самое главное, красноармейского пайка, который был весьма актуален в блокадном Ленинграде. При этом они жили, соблюдая воинский устав и воинскую дисциплину. По воспоминаниям командира взвода Марии Погодиной, из казарм на строительные объекты приходилось ходить 8 километров. Это в один только конец. Кстати, по поводу качества бетона, из которого сделан и этот дот. Бетон должен был быть плотным, без единого пузыря. Для этого его долго толкли и утрамбовывали. И была еще такая специализация кружелиха. Это когда доски в опалубке нужно было скруглять под форму дота. При этом опалубку использовали только один раз. Под следующий дот делали новую. Этот дот, как и все аналогичные, был герметизирован, был обеспечен системой вентиляции, канализацией, системой охлаждения, а также телефонной связью. Каким же все-таки образом удавалось возводить такие, не побоюсь этого нарочитого пафоса, титанические сооружения прямо под боком у немцев? Объекты строительства, как и пути подъезда к ним, были умело скрыты специальными маскировочными сетями, работали, естественно, в специальных маскировочных халатах. Ночью горели лампочки синего цвета, скрытые в абажурах. Этот синий свет, он не рассеивался, но прекрасно освещал территорию и не был виден, что самое главное, для противника. Ни голод, ни артобстрел, ни авианалеты, ничто не смогло сломить этих удивительных людей. И теперь вот на этой линии противостояния течет мирная, размеренная жизнь. Но иногда не мешает вспомнить, благодаря кому эта жизнь стала такой мирной и такой размеренной. Таким образом, даже в тех сферах, где, казалось бы, преобладают мужчины, все равно тылы обеспечивают женщины, и никуда от этого не денешься. Но мужчины, они же, как бы, они же крепки духом, да, они никогда не теряют самообладание, они не впадают в истерики, они не ведут себя, как бабы, они не плачут и прочее, и прочее. Но как только вы начинаете работать в сфере оказания услуг, и вообще, если вы заметили, вот, ну, будем опять-таки говорить откровенно, то есть основная деятельность в мегаполисах, она с чем связана? Она связана с какими-то договорными отношениями, с какими-то товарными отношениями, да, то есть не важно, что это, реклама, сфера услуг и так далее, то есть то, что я уже сказал. И вот именно здесь-то вывозят бабы. Почему они? Ну, например, если мы, допустим, возьмем даже вот интернет. Вот, например, там мой канал или там страница в соцсетях. У меня есть некая градация, да, на канале вообще, как бы, можно лить любые говна, я это миллион раз говорю, у меня тут ничего не банится, никого я не удаляю. Соцсети – это более такая интимная сфера, там все-таки хотелось бы видеть более адекватных людей, и они таковые присутствуют, ну, и туда заносят всевозможных будаков. И как они иногда себя ведут, как вот такие, знаете, стойкие, мужественные парни? Ну, например, некоторые из них пишут мне в личку, и когда я им отвечаю так по-мужски, а я как бы… У меня есть такое жесткое правило, я всегда все равно, я всегда на «вы». Ну, вот, как бы с незнакомыми людьми в соцсетях я все равно всегда на «вы». Это как бы их приучают к определенным… Не всех, но некоторых приучают к определенным правилам. И вот они мне пишут, они мне пишут, я им не пишу, я их знать не знаю, знать не хочу. Они мне пишут сами с определенными вопросами, иногда, мягко говоря, некорректного содержания. И буквально через два-три сообщения они делают, ой, все, они закрывают личку свою. То есть они не позволяют мне, мне им отвечать. И ты думаешь, какие стойкие, какие мужественные, какие, самое главное, крепкие. Последний вообще тут мне писал, он писал, что он спортсмен, он писал, что он, ну, то есть такой вот весь из себя мужик. И сломался буквально после второго-третьего сообщения. Что меня на самом деле сподвигло на запись этого ролика, я иногда так скриню и рассказываю своей аудитории, почему я никого не удаляю, почему я никого не баню. Дело в том, что есть определенная психология у людей, которые пытаются тебя оскорбить, они априори рассчитывают на адекватную, точно такую же реакцию. А ты не ведешься на это, ты с ними достаточно вежливый и, ну, по максимальному, с их точки зрения, даже ласково общаешься. И некоторых это как бы удивляет, ломает, и они начинают реально извиняться. И последний раз это было просто, ну, я не знаю, то есть я написал пост о том, что это было очень круто провести чемпионат мира по футболу с точки зрения, опять-таки в рамках моего проекта «Россия чужих взгляд», с точки зрения пиара, да, какой пиар благотворный на весь мир. И вообще организация просто, вот я сейчас, ну, это угол, да, но я нахожусь на Крестовском острове, тут вот, собственно, стадион, где это все происходило, у меня тут офис, и я охренел. Я охренел от того, как это все четко было сделано, как это все было четко сделано в Москве. Я постоянно передвигался между Москвой и Питером в тот момент. И я вот сделал об этом пост, и один из персонажей пишет о том, что вот ты утырок, и вообще, чтобы ты и твоя семья сдохла от рака. Вот, все в таком ключе. Я ему опишу, опять-таки, ну, вот вы показали наглядно лицо нашей оппозиции, потом слово «заслова», я сниму, опять-таки, вежливо и ласково. Он, видать, офигел, и присылает мне личное сообщение, которое выглядит таким образом, и пишет о том, что я был неправ, я вот потерял детство с проституткой, боюсь, что теперь вот заболел ВИЧ, жду результатов. Ну, тут возникает вопрос, что мы живем в 21 веке, есть такое изобретение «презерватив», например, как бы, не знаю, мне кажется, об этом многие слышали. То есть, где, в принципе, мозги, но даже дело не в этом. Дело в том, что я представляю, сколько вот этот человек, например, написал говна на других страницах, скольких людей он оскорбил. Вот просто из-за этого. Я тут вспоминаю историю про одну свою знакомую, давнюю-давнюю, Машу ее звали, она была дикой, социальная и дикая такая, немножечко начитанная, но туповатая, такая тургеневская барышня из маменькиной семьи. И она меня попросила надеть два презерватива. Два презерватива попросила надеть, и на следующий день позвонила и сказала, что ей кажется, что она беременная. Я ей сказал, что может тебе подарить, как бы, энциклопедию для девочек. Ну, то есть, как бы, вот эти люди, откуда они вообще рождаются, откуда они берутся, да, то есть, проститутка, да, ради бога, но, как бы, как насчет предохраняться-то. И здесь я вынужден сказать, что, к сожалению, подавляющее число людей, они очень сильно закомплексованы. Это в интернете прямо вот видно. Они настолько закомплексованы, что ты вот, ну, вот, человек не в состоянии, он не в состоянии вынести, понимаете, элементарного комментария, элементарного какого-то мнения, с которым он не согласен. Например, там, вот, опять-таки, да, после этой моей фразы, кто-то написал, что «Ой, после этого я перестал смотреть». И я ему пишу, ну, да, это прямо настоящий мужской поступок. Понимаете, он такой сильный, он такой в себе уверенный, и его так оскорбила эта фраза, что бабы более стрессоустойчивы, чем мужчины. Его внутренняя сила не позволила с этим смириться. Он вот, он такой. И вот эти вот все мужичинки, да, которые тебе пишут, сами пишут, тебя оскорбляют, а потом закрывают личку, да, чтобы ты им не писал. Вот эти все диванные тролли, у которых не лица имени, которые ильют на тебя потоки говен, и удивляются, что ты на это не ведешься и не реагируешь. У меня, в принципе, был выпуск, я выложу ссылку здесь под видео, еще в самом начале, про три классических способа, как победить интернет-тролли. Это я сам для себя придумал. И вот ты думаешь, окей, вот ты не можешь минуты, двух минут в интернете, сидя на жопе, выдержать какую-то элементарную вот эту вот, ну как это, транзакцию, да, в психологии это раньше называлось. Помните, это культовая книжка 90-х, Эрик Берн, «Люди, которые играют в игры» и все такое прочее, да. То есть ты этого не можешь здесь, вот ты такой сильный. А как же ты ведешь себя в обычной жизни? Ну, то есть вот реальные, вот все реальные ситуации уже оффлайн, да, то есть, я не знаю, на дорогах там, в какой-нибудь банке и так далее. То есть если ты здесь уже на второй, на третьей фразе начинаешь как бы истерить, как баба, которую не трахали два года. Кстати, опять-таки, ну, женщина, ладно, ну, в конце концов, ее можно трахнуть. А что делать с мужчиной? Ну, тут, понятно, последует шутка, да, в стиле, как бы, современных тенденций, толерантных, но оставим это для более продвинутых людей. Нет, мы на самом деле говорим про, в общем-то, вполне понятные для нас, для большинства россиян вещи. И вот вы представляете, да, вот эти вот все мужчины, мужчины, да, вот они среди нас. Я иногда даже, вот мы ходим так по улице, я смотрю на персонажа какого-нибудь, вижу, как он себя ведет, что он делает, и говорю, вот, а потом, вот представь, представь, там, говорю, как он, не знаю, там, спутница, я говорю, представь, вот он сейчас придет домой, сядет и начнет писать в интернете. Вот я это уже вижу, вот я вот по нему просто вижу. Причем, если вы думаете, что эти люди, они вот такие, знаете, пузатые, потные, там, я не знаю, обиженные женским вниманием. Нет, нет, есть вполне, вроде как, смотришь, ну, человек и человек. У меня, ну, сколько было случаев, на экскурсию народ приходит, как бы, ты на них смотришь, думаешь, какие прекрасные люди. Потом, как начинает друг с другом, там, у меня на странице ВКонтакте отношения, объяснять, и думаешь, боже, что ты мой, мне казалось, что вы вполне себе, как бы, в адеквате, но нет. После выпуска про ГДС мне Катенька, ну, как Катенька, для меня она Катенька, так-то она, конечно, Екатерина Вячеславовна Масленникова, она мне написала в ужасе, в ужасе, что, Паша, что это вообще такое? Я сначала не понял. Дело в том, что там 95% комментариев были сугубо положительные, люди очень круто вас приняли этот ролик, всем очень понравилось, ну, потому что, а что там может не понравиться, да, харизматичные, образованные, красивые, ну, или как минимум симпатичные, да, тетки рассказывают про свою профессию и то, с чем им приходится сталкиваться. Ну, были, конечно, они, как обычно, да, какие-то неадекваты, которые давали, там, советы умные, там, по похудению или так далее. Я ей пишу в ответ, что, ну, как бы, это примерно такой же психологический кабинет, как у вас с американцами, да, ну, то есть, вот, я здесь с ними общаюсь точно так же, как вы там. На что она мне ответила, да, но американцы не хамят. И это правда, понимаете? И тут мы опять возвращаемся к моим выпускам «Чем Россия круче США и чем США круче России». Американцы действительно в интернете, как правило, есть исключения, но в основном они не хамят, вот так вот, они не поливают тебя говном. И по логике вещей, поскольку я ратуюсь за объективность, и тому меня приучила журналистика, которой сейчас нет от слова вообще ни у нас, ни на Западе на самом деле, все ангажированное, сплошь и рядом, по идее, нужно было бы снять, конечно, выпуск «Чем бабы круче мужиков», следующий должен был бы называться «Чем мужики круче баб», но такого выпуска не будет. Да и этот, конечно, назван весьма условно, как вы понимаете. Мне реально становится порой грустно и печально от того, что я наблюдаю вокруг в жизни и потом в интернете. И у меня, я уже высказывал это один раз у себя на соцсетях, скажу здесь, у меня вот реально сложилось ощущение, почему так происходит. Дело в том, что, как мне кажется, все-таки вот у любого мужика, у любого, у него есть потребность пойти набить кому-нибудь морду. Ну вот есть у него такое. Вне зависимости от его там социального статуса, воспитания и так далее. И поскольку большинство этим никогда не занимается, то вот, собственно, они и кипят. А если ты, допустим, вот походил, да, поспарринговался, доказал все, ну, самое главное, ты доказал все самому себе. Потому что как только ты доказал все самому себе, все, тебе не надо больше никому ничего доказывать. Чем, например, вот подкупают некоторые мои ролики, и мне это постоянно пишут и сообщают в личных встречах, что я никому ничего не доказываю и никому ничего не навязываю. Нравится? Смотри. Не нравится? Не смотри. Информацию все нужно перепроверять. Даже мою, даже то, что я говорю. Я не истинно в последней станции, я не источник информации, вот прям, которую нужно перепащивать. Нет. И вот этот подход некоторых подкупает на самом деле. А все почему? Да потому что как бы, ну, повыбивали мне там несколько зубов на спаррингах, и, в общем-то, и нос у меня был сломан одним товарищем боксером уже давно, правда. И, в общем-то, все, как бы, у меня, понимаете, это ушло. И я еду по дороге и смотрю вокруг и думаю, боже, какой же ты быстрый и принципиальный. Хотя надо сказать, что я сам не ангел. Ну, когда я опаздываю, я втапливаю, втапливаю просто, да. И вот хочу в заключение рассказать историю. Она не про это, ну, просто чтобы вы понимали, что я, к сожалению, тоже, я тоже иногда бываю из этих. Приезжал ко мне друг из Хабаровска. Друг из Хабаровска, тебе прекрасный привет. Друг из Хабаровска стал, кстати, через YouTube, пригласил меня к себе, потом приезжал сюда, я усилил себя в квартире. Тогда только что купленный в доме старых проценчат, там не было ничего, я специально для него матрас купил. Но зато он жил в историческом здании. И мы поехали в город Москву, на Сапсане. Я из своей постоянной жилплощади в Сестраевске, за ним заезжаю, мы подъезжаем на вокзал. И я вот так шутку спрашиваю, не говорю, ну, что, все, паспорт-то взял. И он мне тоже так отвечает, нет, не взял. Я говорю, да нет, ну, серьезно, этот паспорт, он говорит, нет, не взял. И тут я понимаю, что, о-о-о, как бы, ну, благо эта квартира была в центре. Я говорю, а у меня все еще, знаете, там троллят, как вот я правильно езжу, ну, как бы, да. Я говорю, ну, вот сейчас ты увидишь, как я умею неправильно ездить. И поехал я как бы неправильно, по всем выделенным полосам, на мигающий желтый переходящий в красный, всех на свете подрезая. Ну, что, зато успели. Вот поэтому я тоже не без греха. Бывают ситуации, когда я могу ездить вот как эти парни. Но есть парни, которые ездят так постоянно. Все почему? Потому что вот все чего-то им надо кому-то доказать. И потом они садятся за клавиатурой и начинают, начинают строчить. Так вот, такая, знаете, новая, прям, только что родившаяся мысль. Давайте все-таки попробуем, давайте попробуем никому ничего не доказывать. Давайте попробуем начать доказывать что-то самим себе. И начнем с того, что, ну, как-то более тонко отвечать на оскорбления или просто не реагировать на них. А самое главное, самим не опускаться до этих оскорблений. Потому что, когда мне пишут, ну, вот особенно у меня есть такой выпуск про опрос в Крыму, там, это вечно, это вечно. Там прекрасные украинцы пишут, что я поганый, значит, в Москве все это куплено, а прекрасные россияне пишут, что я поганый, соответственно, хохол. И я вот этим людям, особенно из России, я пишу, ну, как бы, вам не кажется, что вы, как представитель страны с высокой культурой, и, мягко говоря, не соответствуете этому стандарту. И некоторые, знаете, так задумываются и говорят, что, упс, там, знаете, был неправ и так далее и тому подобное. Ну, то есть буквально вот человеку какую-то очевидную вещь скажешь, и он вдруг вспоминает, что он, что не говно, что, ну, нормальный человек, ну, ну, бывает. Но это крайне, крайне обидно вот именно от мужчин наблюдать. Потому что я еще раз хочу сказать, что я по жизни работаю с женщинами, работал, работаю и буду работать, и мне с ними намного комфортнее. Потому что я знаю, что моя подопечная, моя подчиненная, она все, что нужно, сделает, чего бы ей это ни стоило. Да, может быть, она даже в какой-то момент заплачет. Есть у меня вот такая у меня работница, она иногда плачет. Но она все делает, понимаете? Она все делает и на самом деле не скулит и не впадает вот в какие-то там прям истерики и так далее. А были у меня подчиненные мужчины, ну, это, конечно, некоторые, не все, конечно, некоторые. Но это прям вот, знаете, ну, вот разве что кровавого тампона не выпадало у него из промежности. Такой вот получился выпуск, и я, как слабая мужская особь, хочу сказать, что я тоже сломался. Я сломался, такая погода, и у меня совершенно сумасшедшая сейчас жизнь, потому что грядут на самом деле очень серьезные события. Вы о них узнаете. Старт моего музыкального проекта, возможно, изменения моей деятельности профессиональной по осени. И в этой связи мне надо гораздо больше времени проводить, ну, хотя бы со своим ребенком. Поэтому, увы и ах, в эти выходные я не поеду в Москву. Ребята, простите. Тем более, что на самом деле я вижу, идет спад, народ едет по дачам. И ясно, понятно, что всем приятнее, на самом деле, полежать на солнышке, чем торчать в этой раскаленной Москве, либо в раскаленном Петербурге. Более того, я сделал то, о чем меня давно спрашивали. Я повысил цену на экскурсии. Тут же, тут же, некоторые люди, которые никогда ко мне не ходили, которые не записываются на эти экскурсии, но они тут же написали мне, особенно один, а губа не треснет. И хочется сказать ему вот так вот, знаете, по-русски, а тебя, вот реально, тебе какое дело? Тебя кто-то принуждает ходить, тебя кто-то принуждает платить, тебя кто-то за яички туда вот дергает. Не мудрено, что после этого эти же деятели начинают считать зарплаты наших футболистов. И они реально, они реально думают, что вот их зарплаты, они чего-то там решают. То есть на фоне тех глобальных распилов, которые там происходят, эти зарплаты просто капля в море. Пусть лучше им они платят, ну хотя бы, я не знаю. Потому что, например, господин Семак нынешний, да, зенитовский, он реально тратит очень большую часть на благотворительность. Не все, конечно, такие, но вот и все такие. И вот они вот считают, вот сидят чужие деньги. Опять-таки, наверное, от самодостаточности и от самостоятельности, от того, что он настоящий мужик. Ну, в общем, не суть ни в этом. А вот, несмотря на это, да, во вторник будет вообще бесплатная экскурсия в Петербурге. Она будет посвящена дореволюционному быту петербургцев. И вообще про различные инновации, которые происходили в 19 веке. Происходить она будет где, не могу сказать, потому что это спонсорская экскурсия. Организует замечательный проект, ссылка на который есть вот там внизу. И вот сейчас буквально пару пояснений. 24 июля 18.30 состоится мероприятие в рамках просветительского городского проекта ID Club, инициированного компанией Euroinvest Development. ID Club – это серия закрытых лекций, экскурсий, мастер-классов об искусстве, жизни в современном мегаполисе и вызовах нового времени. Для моих зрителей на эту экскурсию действует промокод ID Перец. Он указан в описании под этим роликом. И там же есть ссылка, на которую вам нужно кликнуть, пойти туда, зарегистрироваться, используя этот промокод. После чего, собственно, вы получите всю информацию о встрече. Так что вперед! В воскресенье 22 июля в 19.00 состоится экскурсия вокруг масонов. Называется она, бывший штаб Дурова. Мы погуляем вокруг Казанского собора и по Невскому проспекту. Ссылка на эту встречу точно так же есть в описании под этим видео. На этом все, дорогие друзья. Тем не менее, я что-нибудь еще, конечно же, проведу. Следите за анонсами лучше в моей группе ВКонтакте. Но если у вас нет ВКонтакте, не стесняйтесь мне писать на электронную почту. Я укажу ее там. Я есть в Фейсбуке, но с Фейсбука ко мне люди, как правило, не ходят. Такая вот она уникальная сеть Фейсбук. И даже я теперь появился в Инстаграме. Вы не поверите. И там я есть. Укажу на всякий случай ссылочку и там. Поэтому комментарии туда. Увидимся в следующий раз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok